Всем привет! Это последний ран на сегодня. Не самый интересный, но в целом достаточно техничный. Еще один метроид. Сегодня уже смотрели метроид от Михаила по метроид фьюжн или тоже метроид на КБА. В общем, давайте долго затягивать не будем. И тоже по ходу дела посмотрим, что будет происходить. Надеюсь, я ничего не забуду. Это моя самая главная проблема в Zero Mission на сто процентов. Играем на нормале, как обычно. Нажимаем TART. Начинаем отсчет. 3, 2, 1. Угнали! Метроид Zero Mission это полный, так скажем, ремастер самого первого метроида Nintendo. Изначально в Nintendo планировали выпустить Super Metroid на ГБА. Потому что они портировали многие хиты на SOS NES именно на ГБА. Это и ZELDA была, Link to the Past, Super Mario World и многие остальные. Donkey Kong Country тут же. И тоже планировали они выпустить Super Metroid на ГБА. Но в итоге, чтобы у них там не срослось и решили лучше сделать полноценный ремастер самого первого метроида. Здесь очень много узнаваемых элементов из первой части. Ну и очень много того, что добавили нового или новое оружие, уже знакомое по Fusion и Super Metroid. И разные новые техники передвижения и все такое. Ну и самое главное, наверное, что в этом метроиде появилось это форткаты. Этот метроид изначально сделан для того, чтобы его проходили на время. Здесь есть режим тайм атак, специально для движения на скорость. Ну и в целом, можно не следовать тому, как тебя ведет игра, а действовать полностью так, как ты вздумаешься. Ну и насколько у тебя хватит скала. Это первый босс, мини-босс. У него достаточно попасть тремя ракетами. Можно за один цикл сразу до меня попасть, если выстрелить определенным образом. Но у меня не получается этот трюк, потому что еще не тренировал особо. Мини-босс дает там интересный апгрейд. Это Charge Beam. Абсолютно бесполезное оружие в игре. Но в какой-то степени оно нам поможет. В том плане, что заряжая оружие и делая прыжок сальто, грубо говоря, кувырком. Упс, упал. Мы будем времена неузимыми. Это единственный, наверное, плюс от Charge Beam в этой игре. Дальше второй танк. Сейчас нам нужно подобрать бомбы. Немного поторопился от Смова. Ну ладно. Здесь нас сейчас познакомят с первой новой механикой для Метроида. Сейчас нам нужно подобрать еще один пак ракет, которые спрятаны здесь. Ну и вот. Достаточно интересная механика для этого Метроида. Это жуки. Они могут наползать на Самус, на окружающую фауну. И... Отжирают, грубо говоря, все то, на что они залезли. Не убив жуков, нас не пропустят дальше. Нет, ладно. Сейчас я попробую сделать небольшой скид. Найс. Такой небольшой sequence break, скажем так. Поднялся на бомбах далеко наверх. Хотя по идее нам нужен лед или Space Jump. Повсюду на карте поставлены стадуи из Чузо. Когда мы на них... Некоторые из них можно пропустить, а некоторые нельзя. И они перегружают нам путь. Когда мы ворачиваемся в шар и встаем к ним на руку, то они нам показывают примерно следующий план действий, если мы проходим казуальную игру. Мы это будем все пропускать. Нам это не интересно. Ладно. Еще один sequence break. Ок. И смотрим как раз та самая механика, о которой я говорил ранее. Жуки залезли на какие-то растения, их сожрали. И нам можно будет пройти дальше. Сюда мы собираюсь только ради одного предмета. Это и танк. Вообще здесь еще можно подобрать Вария Сюит, который нас защитит от высоких температур. Но мы его пропустим вообще. Нам его дадут гораздо позднее за бесплатно. На это накладывается следующие некоторые ограничения. Такие как. уязвимость. Уязвимость к высоким температурам в дальнейшем. Еще один sequence break. Ненавижу его. Там далеко. Там высоко. Здесь открытный. Есть парк ракет. Вот. Окей. Мог забраться. Для того, чтобы их подобрать, нужно Power Grip. Такой обгрейд, который позволяет нам зацепляться за уступы. У нас его нет, поэтому просто запробили на бомбах. Ну а вернулись немного назад в маршруту. И должен подобрать последний парк ракет. И больше мы сюда не вернемся. Венни процент первым боссом убивается Ридли. В принципе, это здесь не особо важно в этой игре. Какого босса убивать первого. А в 100% мы будем убивать крейды для того, чтобы получить спидбустер и не возвращаться потом к Ридли заново. Потому что там очень много будет интересных паззлов в дальнейшем. Завязанных именно на спидбустере. Уберем пак суперракет, которых мы сейчас не можем подобрать. Иди танк в потолке. Классический. Который был и в Hyper Metroid и в NES Metroid. Иди. Отправляемся к первому боссу. Логово Грейда. Самая тупая музыка в игре. вы настроили здесь она немного аранжирована но все еще хорошо перед тем как мы отправимся к самому креду нам нужно подобрать несколько важных предметов и убить мини босса а заодно и активировать не знаю как эту штуку назвать но сейчас вы все увидите сейчас очень неприятный диагональный был джамп неприятный потому что играть мешаются постоянно если я был достаточно быстрым я бы мог его пропустить окей ничего страшного это бывает окей залез нормально не попал я слишком рано и было мы слишком поздно поставил бомбу для того чтобы здесь открыть проход кратый я активируем это специальный механизм теперь мы можем хвататься вот за такие руки которые нас по потолку будут перетаскивать достаточно быстро из одной стороны в другую так мини босс 2 еще один человек стратегия простая просто подаем в лаву упс не в лаву в кислоту по моему вообще его я убиваю за два цикла но сейчас что-то не досчитался немного ракет сейчас мне 24 ракеты это хорошо потому что мне в дальнейшем для прохождения очень быстро одной комнаты потребуется их 20 штук делали здесь то что хотели подобрали несколько апгрейдов и активировали вот эту повозку которая нам в дальнейшем очень поможет баня процент ее не активирует и там есть очень большая неприятная комната которую нужно очень долго тренировать чтобы скипнуть не используя вот эту вот что вы но нам она часу очень поможет еще один диагоналин он грамп на из верим верим здесь вот этот комната мы такая неприятная вне процент вот такие большие не помню как и будут чтобы их убить нужно 10 обычных ракет вот немного рано взял ладно здесь нам предлагают решить небольшой пазл для того чтобы подобрать те ракеты нам нужно зачистить вот эти блоки чтобы они не мешали нам когда мы будем ехать на этой повозке специальной из-за нее мы можем хвататься не только руками но и в форме шара мы можем к ней примагнититься здесь ждем странные блоки не получилось получаем непонятный неизвестный предмет который в будущем станет space jump сейчас я хотела сделать рефил глич и возможно мы его увидим еще в дальнейшем если мы разрушим шар в руках чозу и запрыгнем и запрыгнем прямо в лапы к нему в этот же момент самый форме шара то игра запустит цену и восстановление хп и оружие одновременно это сохранить немного времени ах упал ладно делаем небольшой круг так первый босс крейд если бы у нас были супер ракеты мы бы убили его прямо сразу же придется много по тренеру он учится не самый быстрый килл далеко не самый быстрый но он хотя бы не стал подходить слишком близко ко мне невидимая стена которая нас не пускают пока не закончится казино и получаем спидбустер спидбустер работает здесь не так как супер метроиде потому что здесь нет кнопок дополнительных нам нужно просто бежать в одном направлении все мы подберем еще один предмет в этой локации и уйдем отсюда упал все таки слишком поздно затормозил вообще локации крейда есть еще пару предметов но мы их пока не будем подбирать мы их подберем немного позднее примерно через минут 50 днем к ридли но перед ридли будет очень большая секция с подбором предметов решением пазлов и битвами с мини-боссами здесь небольшой шорткат не не самый очевидный скорее тут большинство шорткатов которые есть в этой игре они не то что не очевидные у них просто нужно знать окей спел сейчас я попробую сохранить спидбустер есть у меня получилось в отличие от супер метроида zero mission и в метроид фьюжн есть такая техника спид киппинг в супер метроид когда мы делаем шейнспарк влево или вправо мы просто и ну и попадаем на наклонную поверхность самус либо просто корректируется по по высоте этой поверхности либо врезается в фьюжн и в zero mission самус встает на ноги и продолжает бежать сохранив всю скорость которая у него была и на этом завязано несколько пазлов будет в этой игре то есть нам надо будет зарядиться в одном месте и попробовать протыщить спидбустер заряженный до другого места следующий неизвестный предмет сейчас неизвестные предметы не дают вообще ничего кроме того что мы можем разрушать блоки с их пометкой этот предмет в будущем станет плазменным лучом небольшой пазл маленький парк влево у нас парк вправо и мы получаем пабер ракеты я бы не сказал что это какой-то секвенс break но тоже приятно получить супер ракеты здесь они гораздо позднее хотя по сути они нам сейчас только мне пригодятся какое-то время и получаем уникальный для этой игры предмет для метроида теперь мы можем хвататься за выступы и держаться за платформа писая с них как в метроид фьюжен больше нам здесь пока делать нечего поэтому спустимся обратно в норфейер и сейчас пойдем собирать огромную кучу предметов и заодно решать головоломки и и и и и небольшой скип благодаря спит бустеру и сейчас будет не самый приятный момент сейчас чуть-чуть позднее через пару минут буквально прям айсбин теперь мы можем замораживать другов и наносить им немного больше урона второй раз не выстрелил е-мое окей когда эта статуя Чоза уже сидит хотя она обычно стоит и ее нужно скипать или просто смотреть катсцену куда нам покажут идти но из-за того что мы уже подобрали и предметы на которые она должна указывать в ней необходимость отбала сама собой вот я о чем я говорила немного ранее точнее ранее комнаты с повышенной температурой так как у нас нет вариа суеты получаем урон сейчас придется немного назад вернуться для того чтобы зарядить спин бустер и проломить здесь пол блин здесь я сейчас не умру пролетаем через всю комнату горячую здесь нужно очень хитро разбомбить вот эти блоки для того чтобы не упасть вниз может если выстрелив снизу то пол тоже развалится здесь верху ракеты ok nice я их подобрал летом назад игра остановился нужно снова разогнать чтобы здесь проломить следующий этаж почти получилось сделать трепил глич я получил хайджан бутс он работает точно так же как и метроид фьюжн то есть я могу и высоко прыгать и прыгать форме шара одновременно два апгрейда в одном сейчас нам нужно очень далеко прой протиснуться 8 через горячие комнаты но проблема в том что здесь чего нужно сделать бунжам окей я выжил я супер ракеты и вот эти большие враги отлидают я сохранюсь не потому что я боюсь за дальнейшее прохождение но на всякий случай сейчас тоже будет возможность отрефилиться но там есть одна комната благодаря которой я могу она из пляс сработала репил печь вот так он работает там есть одна комната которую я могу немного нахосячить и очень сильно задержаться и эта комната горячая если буду постоянно тратить и кп своё я будем бегать по некоторым коридорам в настройке эти коридоры все одинаково выглядят и тому же легко заблудиться еще одна длинная комната горячая нам нужно очень далеко пробежать право отобрать две ракеты два пака ракет и подбежать обратно влево иногда я в этой комнате косячу сейчас все получилось бежим дальше и приближаемся еще одному или боссу очень близко он будет сейчас я чуть не забыл про этот прогноз лучанного upgrade это вы бим пер мы можем стрелять сквозь стены сейчас будет еще одна длинная горячая комната которая нужно просто бежать и нашить кнопку выстрела easy и не босс где нам нужно стрелять здесь обычным лучом но если подпрыгнуть и прямо под потолком выстрелить ракетой то она тоже пройдет и спор уровень гусениц бомбами и все битва за годом ааа блин столкнулся на марафонах кто-нибудь ранил первый метроид на дэнди я ранил на прошлом или на позапрошлом марафоне на строить на сто процентов можно поискать записи на ютубе следующий босс там были гусеницы теперь мы видим гусеницу в коконе да ё-моё где кокон упал вниз пускаемся вниз кридли как только спустились вниз сразу же поднимаемся обратно наверх помните там гусеница упала вниз и она просто про прорылась и туннель куда же сегодня минбосс теперь это капель и дальше тварь бежим за ней не получилось немного поторопился окей отстреливаем заднюю часть этого летающего существа и он нам пробивает блоки и мы можем подобрать что один пак суперкет ладно не получилось слава неважно никогда не получалось в практике тут небольшой проход точно такой же как и в физическом настройте кинутал ладно и на собрана тебя знал про то что ну типа понятно что там пропасть я поднялся прыжком в этот раз здесь есть скип крутой если там заморозить двух врагов одновременно то мы сможем оставив бомбу на них липнуться сквозь пол из-за того что камера немного сломается но в общем я не могу его делать этот скип мне достаточно много тренировал поэтому взялом визуальному собственно примерно вот так выглядит пазлы метроиде заходим в одну комнату разгоняемся и протаскиваем спидбостер в другую комнату если нельзя падать уберем два предмета раз и два теперь нам нужно выйти отсюда обратно слетим вверх потому что здесь блоки которые разрушаются только спидбостер у тебя будет еще несколько интересных пазлов сейчас нам нужно протащить спидбостер чуть дальше и еще раз разгоняемся здесь нужно обогнать блоки и не свалить вниз так немного немного накосячил бывает 3 попытка окей сейчас будет еще один один из таких самых неприятных наверно пазлов с пидбостером здесь нужно разгоняется не получилось первого раза и по пути разбить блоки побылась чтобы успеть зарядить спидбустер и потом в нужный момент подпрыгнуть здесь чтобы эти блоки разбить но прикол в том что разработчики сделали так что вот это вот окно для вот этого прыжка есть получилось всего 4 кадра то есть это не спидранерская техника это именно разработчиками так задумано что для того чтобы подобрать все эти ракеты у тебя есть ровно четыре кадра на прыжок точнее окно четырех кадров которые нужно зажать прыжок тут скрытые ракеты не получилось выбрать тяпка просто собираем раз эпоху лави его очень много на пути ладно не будем рисковать вообще по идее можно просто выбрать и не париться как я обычно это делаю вспоминая вчерашний ран супер метро и такие лучше наверное страховывать тебя некоторых моментах где здесь два пока ракет пробу обратно выбрать есть без 1 вниз и приближаемся к следующему бусу кридли уц уц и ридли здесь нет ладно неизвестный предмет это gravity сует будущем вообще не не обязательно было сейчас рефили цена ладно играть как на басы таки играть как на басы добрали здесь все предметы нужно возвращаемся назад дверь закрыта смотрим назад и на нас нападает ридли ридли максимально изичный босс в этой игре ровно как играет все оба босса убиты дальше например и но поэтому честно нужно манипулировать быть мужиком недостаточным языком полетел день после того чтобы подобрать здесь по тракет и выходим из этой локации но мы сюда еще и вернемся внешне тут небольшой шурскат наверное неправильно встал посмотрим да там если начать разбегаться с неправильного места то в какой-то момент ты с чем-то сталкиваешься и спидбостер пропадает пролетаем мимо пока ракет которые подберем когда-нибудь потом и вытручаемся назад сейчас нам нужно убить мазер брейн ну а перед этим мы подберем как супер ракет и еще один предмет лонг бин еще одна особенность zero mission то что мы можем делать шанс парк в форме шара и на этом тоже будут пазлы в дальнейшем но не то чтобы пазлы а некоторые шорткаты можно будет делать благодаря такой технике берем лонг бин еще один супер бесполезный предмет бигля теперь мы можем стрелять далеко смотрим цену небольшую нам открывать путь в тюриан страшная козына микроиды пожирали пиратов на всякий случай сохранюсь я не добывают те случаи когда метроиды слегка агрессивная сильно гораздо больше хп чем я планировал потратить у меня всего две супер ракеты поэтому я хочу сейчас их на фармить для того чтобы быстро убить вас брейн конечно же мне их не дадут в отличие от супер метроиды здесь несбалансированный друг поэтому мне будут дробить все что все что просто сгенерится случайным числом но и в отличие от супер метроида дати ринки эти козер они тоже дают друг 4 супер ракеты всего да было ничего и еще есть возможность оформить шесть 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 что Иди сюда. 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 И вот. Иди сюда. 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 да блин почему он у меня почему-то начинают сыпаться обратно ибо подключается мне обратно вылетает не знаю где грунта вылетает не знаю где грунта и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все хорошо, у меня нет потерь... Не дышим... Четик не дышать... Все, да, бегу дальше... Ну, давай, я сейчас донат зачитаю... Незапланированный перерывчик... Нам прислал кору до 150 рублей сообщением... Спасибо за еще один день марафона, мои чуваки! Всем чаю! Спасибо большое! В общем, продолжаем смотреть спидронизерли... И не дышим на интернет... Ну... Все, побежали... Спустились... К рейду... Здесь подбираем... Несколько... Оставшихся ракет... Небольшой пазлик... Вылетаем обратно... Еще один... Небольшой пазл... Блин... Торопился... Убираем еще один по крокет... Забыл выстрелить... Ладно, неважно... И последний... Пак ракет... В этой локации... Теперь... Нам нужно обвязать дальше... В локацию... Гридли... Здесь есть небольшой... Не то чтобы шорткат, но... Переход... Не... Не самый очевидный переход, скажем так... Из одной локации в другую... Пускайся в лаву... Здесь пробиваем все путь... Не успел... По идее, там можно выпрыгнуть было... Чтобы подобрать эти ракеты... Бежим по уже... Знакомым... Нам локациям... Сейчас я хочу... Немного заставить... Следующие комнаты... Не получилось... Давайте черт попробуем... Ладно... Там просто очень длинная комната... И... Будет лучше, если я... Просто прилечу ее... il Phillip... Ты улетай менятьfat... Там... 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 Бежим назад. Все равно не получилось. Надо на скорости пролететь. Здесь пас очень круто заморозил вот этого врага в этом отверстии и смог. Разогнаться, не дожидаясь того, когда блок появится ворота. Летим обратно. Все, что нам нужно было, мы подобрали. Кстати, вот эти вот сейф-станции, они не восстанавливают КП, которые потечет в тех последних двух локаций, в которых мы были. Не восстанавливают КП именно в локациях Крейда и Передли. Передли. Подбираем ракеты, которые здесь пропустили. Нема которых мы просто пролетели вверх. Сейчас еще один крутой мув. В форме шара можно пролететь в всю эту комнату. Опять не получилось. Ладно. Убираем ракеты. И зачистили локации Крейда и Передли, которые мы проходили уже ранее, но оставили несколько предметов на потом. Возвращаемся назад. Эх, не получится. Да, получилось. Мы пропустили один предмет. Но чтобы его подобрать, нужен спидбустер. К этому придется. Уф. Не успел нажать венец. Пробуем еще раз. Снова в форме шара, я сюда залитаю. Крем ракеты. Все, и возвращаемся обратно к тем локациям, в которых мы были. Забыл опять прошедкат. Здесь небольшой. Здесь можно было Ополу прокатиться. Я постоянно забываю у него. Да ладно, это и не судьба жена. Небольшой такой тренглос. В основном, который практически ничего не стоит. Беган-то все тем же знакомым уже местам. Но с полным ангрейдом. Поэтому ничего не боимся. Продолжение следует... сейчас нам нужно бежать достаточно далеко только ради одного апгрейда ради одного предмета к сожалению мы не могли его подобрать раньше и это были пауэр-бомбы ну все теперь можно по сути двигаться финалу стало совсем чуть-чуть но нам еще придется подобрать несколько предметов но сейчас они ни на что не влияют только на проценты подобранных вещей даже не будем рефилиться больше вот и так слишком много примеру но скорее всего пауэр-бомб может не хватить точно не помню насколько мне сейчас будет нужно ближайшее время но и нужны они будут только для того чтобы просто сократить немного времени по маршруту разбил вопрос на него напрыгнуть еще раз в этой комнате оказались мы здесь что пробегали два или три раза роботы их можно очень быстро подвинуть если выстрелить в них ракетой если выстрелить супер-ракетой то они побегут еще быстрее а окей неправильно сделал муана вот например здесь орбомы нам очень пригодится и нужен весь туннель разрушить что очень многих вы потерял дело на себе небольшой шорткат на будущее но и сейчас тоже нам он не пригодился вот здесь мы по идее должны были подобрать в первый раз пауэр-бомбы видели этого пирата который их утащил до этого ты что не подбираешь и в они процент вообще не используются пауэр-бомбы остался один предмет я надеюсь что я ничего не пропустил продалбливаемся пол где можно там просто прыжками обычные протестуются между лазерами но я предпочитаю делать парк он намного эффективнее много безопаснее финальный босс в этой игре это меха ридли и у него есть одна особенность его хп зависит от того сколько предметов мы собрали если мы собрали сто процентов то у него больше хп если девяносто девять или меньше то он гораздо быстро умирает учитывая сколько я ракет сейчас выпустил я собрал сто процентов ты нормально я ничего не забыл и может меня уже поздравить осталось только не умереть и показать чё парочку интересных вещей да стой эскейп сейчас нам нужно добежать до корабля так как наш корабль уже уничтожен мы украдем корабль пиратов упс упс так как который мы сделали достаточно сильно помогают и сейчас мне нужно сделать точнее попробовать сделать крутой мув эх ладно можно очень долго тащиться концу концу игры но мы попробуем делать крутую стратегию нас получилось и просто пролетаем последней комнаты в игре нас не пустят пока кораблю пока здесь я два охранника нужных пиратов но нужно их просто убить как хп у нас много мы можем постоять и время сейчас будет все время поездка все время и сейчас будет несколько интересных моментов которые не влияют вообще ни на что но очень-очень интересно то как нинтендо относится к деталям в игре я посмотрим концовку посмотрим количество предметов которые мы собрали на дико извиняюсь за за то что произошли некоторые трудности скажем так с интернета но пока идут титры могу только сказать чтобы вы подписывались на мой канал помогите набрать 10 подписчиков капа я спиралью метроиды играю рандомайзеры метроида играли рандомайзеры зельды спидраню зельду иногда очень редко на спиральне вообще спиральне очень много ретро игр или стилизованных под ретро игры мегамены гонгвольт какие-то странные метроид вани типа раби риби гата робота и все остальное контент время от времени меняется так что думаю будет интересно кстати вам вам снова показывает храм и в самом низу слева можно увидеть как маленькая самус нацарапала на стене рисунок и что самое забавное если вы будете переигрывать вера мишин и посмотрите снова на эту комнату или можете на видосе посмотреть ведь будет снова смотреть эту комнату то там внизу слева будет также видно этот рисунок час 1104 достаточно плохо на самом деле и сто процентов ура я ничего не пропустил я ни разу не умер и практически не накосячил вот что-то у меня получилось на этом марафоне но не получилось у него интернета ну да ладно в общем все я тебе показал все рассказал может быть что-то забыл если что-то зале сейчас просто донат зачитаю да конечно нам присоставал стоп ли литл мак 12127 рубль за каждый собранный предмет спасибо большое все наверное больше нечего рассказать показать так что подписывайтесь на канал мой если кому-то будет интересно такие зельды метроиды и все остальное все будет там на русскофон зельда когда-нибудь все таки покажу опять но не знаю смотрим когда-нибудь раз все обещал то будет